Самым юным награждённым в этом году стал ученик 9-го класса Назарбаев интеллектуальной школы физико-математического направления Куаны Шмаден. Школьнику достоился награды Атакима области за то, что выиграл областной конкурс сочинений на тему первого президента Республики Казахстан. А военный корреспондент воинской части 6506 Национальной гвардии Республики Казахстан Альфия Ахмеджанова не в пример обычным женщинам отдала всю жизнь воинской службе. На кителе Альфии немало наград, но, как отмечает сама военкор, в воинской службе всегда есть чему учиться, а значит будут новые медали. Майор Ахмеджанова рада, что казахстанским военным, благодаря умелой политике Нурсултана Назарбаева, нужно защищать мир, а не воевать. Большое спасибо, конечно же, и нашему Акиму, и нашему командованию, что оценили мой скромный, как я уже отмечала в предыдущих выступлениях, труд военного защитника. Поэтому действительно мы должны брать пример с первого. А кто у нас является первым, кто является лидером в нашей стране, это, конечно же, президент. Вот это да. Действительно человек, который достоин таких наград, потому что он думает о нас, думает о каждой семье, о каждом человеке. Вот именно он дает нам возможность притворять свои мечты, планы в жизнь. Вручив благодарственные письма 15 жителям, внёсшим особый вклад в развитие нашей области, Жан-Си Туймибаев также напомнил о грандиозной личности президента и его неоспоримом вкладе в появление, становление и развитие независимого Казахстана. На начальном этапе строительства государственности Казахстана решающую роль в преобразовании нации сыграла именно полнота власти президента. Используя всю мощь и возможности руководителя государства, Нурсултан Абишевич Назарбаев, проявив непревзойденный талант и мудрость, разработал и принял стратегическую программу «Казахстан-2030». Ввиду того, что эта программа была исполнена досрочно, казахстанцы уже приступили к реализации более масштабной программы «Стратегия Казахстан-2050». Торжество продолжилось показом художественного фильма «Так сложились звезды», который является завершением киноэпопеи «Путь лидера». В нём Нурсултан Абишевич рассказывает английскому писателю о самых сложных периодах своей жизни, начиная с назначения его в 1984 году председателем Совета Министров до становления президентом Республики Казахстан в 1991 году. Роли в фильме исполнили ярчайшие звёзды казахстанского и российского кинематографа, а роль гостя иностранца исполнил известный английский актёр Хью Фрейзер.